Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Манчестер Юнайтед. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить, потому что на моем канале вышел очередной выпуск про вгиб пенальти, поэтому перейдите по ссылочке в описании, поставьте лайк, напишите комментарий, давайте проявлять активность. И также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал РНТ, ссылочка на него тоже есть в описании под этим роликом. Обязательно подпишитесь, мне будет очень приятно, давайте вместе добьем 40 подписчиков на том канале. Ну что же, а мы продолжаем, и сегодня у нас предпоследний выпуск по Манчестер Юнайтед, мы в каждом выпуске с вами отыгрываем по 3 матча, но последнюю все-таки серию я решил отыграть 4, у нас там осталось 7 матчей, поэтому последний выпуск, мне кажется, такой наполненный событиями будет. Ну что же, сегодня у нас, во-первых, будет битва, так сказать, за финал Лиги Европы, играем мы против настоящей Баруси Дортмунд, поэтому давайте начинать, не будем оттягивать этот момент, играем первый матч, кстати, дома, вот такой состав у Баруси, давайте наш посмотрим, так, ну, ДХ походу не сыграет из-за своей формы. Остальные ребята все заряжены, я надеюсь, оборона из-за того, что у нас вот не будет до хери на воротах, не провалится. Ну что же, МЮ против Баруси, полуфинал первой Лиги Европы, поехали. Итак, Олд Траффорд принимает последний, скорее всего, матч, ну, естественно, последний матч в этом сезоне Лиги Европы для Манчестера Юнайтед. Ответная игра будет сыграна Сигнал и Дуни Парк, но там уже посмотрят болельщики Красный Дьявол, выйдет ли МЮ финал или нет. И может быть, ну, большинство должно все-таки поехать на финал Лиги Европы, если туда пройдет Манчестер Юнайтед. Ну что же, поехали. Санчо. Антуан Гризман как крутит, а, и пятая минута, и снова забивает Гризман у нас в Лиге Европы, отлично. Санчо, скорее всего, отдал голевую сейчас, ну, супер. Гиггс доволен серьезного соперника, мы уже начинаем обыгрывать на первых минутах. Да, вот здесь Санчо нашел Гризмана, и тот корпус немножко поставил под свою рабочую левую. Мяч пустил, и все, 1-0. И как же Бруно Фернандо здесь достает до этого мяча, и все, это 2-0. Тридцатая минута, мы так вроде даже шахтер на первых минутах не выносили. 3-0 мы вроде их обыграли на Ултрафарде, но все равно так быстро, 2 мяча, за 30 минут мы еще вроде никому не забивали в Лиге Европы, тем более дома. Ну, интересно. Поплыл, поплыл в Дорфинский клуб. И Джейдан Санчо забивает ворота своей бывшей командой. Кстати, я только сейчас это понял, когда вот Санчо забил, что его Борусия без него даже дошла до полуфинала. Ну, вот и Санчо гранит уже к перерыву свою бывшую команду. Но матч просто шикарный. И все-таки он забивает. И все-таки Эрлин Холланд забил ворота Манчестера Юнайтеда. 88-я минута. Немножечко удовлетворил, наверное, и себя, потому что забив гол ворота Манчестера на их поле, это всегда почетно. Но и для болельщиков шансы какие-никакие, но есть. Всего лишь в два мяча проигрывает сейчас Борусия. И в ответной игре все может пойти именно по их плану. Все-таки они будут играть дома при родных болельщиках. Ну, а тут все. 3-1. Манчестер побеждает. Не дожали. Не дожали они Борусию во втором тайме и пропустили за это. Хотя сами даже не забили во втором тайме. Ну, и Хендерсон неплохо себя так проявил. Моменты были, конечно. Конечно, 4 удара, два в сторону, всего лишь один гол пропустил. Ну, а тут, наверное, и у них все-таки был какой-нибудь там... Ну, да, хит у них на воротах был. Поэтому все закономерно. Итак, во втором полуфинале, кстати, играет Вулверхэмптон и Рома. Первый матч закончился в Англии в ничью 2-2. Посмотрим, что будет в Италии. Посмотрим, что будет у нас именно в Дортмунде уже в ответном полуфинале. Итак, Люк Шоу и Антони Марсиаль попали в сборную месяца премьер-лиги. Люк Шоу минус 1 к рейтингу, кстати, дал. Диога дал от плюс 1. Ну что же, у нас сейчас матч в английской премьер-лиге. Играем на выезде против Остенвилла, который идет ниже 10-го места. Посмотрим, что у нас получится собрать с этим составом перед ответной игрой с Боруссией Дортмунд. Вот таким составом мы выйдем. Ну что же, Остенвилла против МЮ. Я, наверное, форму бы все-таки немножечко поменял на черную. Ну что, вообще сливаться будем. Поехали. Итак, Виллопарк. Остенвилла принимает Манчестер Юнайтед, который борется там, наверное, мы только за третье место должны бороться. У нас 2 или 3 игры осталось в чемпионате Англии. Посмотрим, посмотрим, как вообще все будет здесь у нас происходить. Неплохо, конечно, я начал играть за Манчестер Юнайтед именно в последних матчах. Тут уже и командный дух у нашей команды возрос. Поэтому я не знаю. Маркус Решфорд. Какой удар и какой гол. Я все-таки думал до последнего выпускать его или Гризмана. Но решил дать отдых Антуану. Выпустил Маркуса. Отлично. 1-0. И какой сейчас гол мог забивать? Ну-ка. Нет, все равно не забивают. Минимальная победа в любом случае. 3 очка в английской премьер-лиге. Мы снова получаем благодаря голу. Шикарному голу с подкрутки. Не понял. То ли он и за штраф, то ли штрафной пробил. Но все равно хороший удар. Ни одного, кстати, удара в створ от Астанвила не было. Ну и Решфорд 7.5 оценку получает. После 36 туров мы на третьем месте. Ну мы уже точно не станем чемпионами. Так было понятно. Но вот третье место должно быть за нами. Вот. В 3 очка мы лидируем над Тоттенхэмом. Будем бороться за бронзовые медали. Ну что же. У нас ответная игра против Баруси Дортмунд. 3-1 мы выиграли на Олд Траффорде. Напоминаю. Посмотрим. Так. Пугба уже второй матч, кстати, не в форме. Давайте я Фреда выпущу. Так. Ну вместо Мэдисона, наверное, Ван Дебека. Стоило бы. Уильямса того же можем выпустить. И давайте вместо Магуайра, наверное, все-таки Линделёва я выпущу. Все. Вот таким составом мы выходим. Баруси Дортмунд против Манчестер Юнайтед. Играем на Сигнал и Дуни Парк. Поехали. Итак. Сигнал и Дуна Парк. Баруси Дортмунд против Манчестер Юнайтеда. Интересно, на сегодня ожидает матч. Не знаю, как нам стоит сегодня играть. Забил все-таки клуб из Германии нам на выезд для них. Один мяч. Поэтому забить нам один. И все. Будем надеяться, что Баруси нам трешку не отгрузит. Так. Гризман. Он снова хочет забить на первых минутах. Уильямс. К сожалению, не пошла. Но вот Гризман долго что-то стоял сейчас с мячом. Даже не подходил к нему. И пошел заброс на Эрлинга Холланда. Дехея отлично на выходе сейчас отыграл. Прямо в доли секунды нужный вышел. И вот снова. Но нет, здесь уже Холланд забивает. Счет у нас 2-3. Холланд берет мяч и бежит. Отыгрывается. Им-то надо забить сейчас еще один. И они тогда выйдут в финал. Потому что забили на выезде. Нам надо обязательно сегодня забивать. Для уверенности. Рэшфорд на Гризмана. Отлично. Антуан. Подача. И Ван де Бек забивает. С подачи от Антуана Гризмана. 74-ая минута. 1-1. Ван де Бек сравнивает счет. Делает счет в серии 4-2. Ну и теперь надо еще 2 мяча забивать. Баруси и Дорман. Сейчас они должны, наверное, все в атаку уже пойти. Остается 15 минут. А им надо забивать целых 2 мяча. Да. Пошли они все в атаку. Плотную опеку еще не на Ван де Бека повешали. Финальный свисток. Мы играем в ничью против Баруси и Дортмунд на выезде. И тем самым выходим в финал Лиги Европы. И сейчас мы узнаем, с кем мы будем играть. Мне бы, естественно, хотелось против Ромы. Все-таки другая команда, против которой мы не играли. А в Улверхэмптон все-таки уже пройденный нами соперник. И в АПЛ с ними играли. Поэтому я бы хотел все-таки Рому. Да, по пенальти, представляете, снова закончится матч. У них в ничью 2-2. И по пенальти Рома со счетом 7-6 выходит в финал. Где встретиться против Манчестера и Нейта. Но это уже будет в следующем у нас выпуске. Так, Тоттенхэм, кстати, интересуется нами. Предложил нам место в команде. Мы, естественно, отклоняем. Мы перейдем с вами. Ну, начнем заново за Лестер, которые сейчас не идут даже в топ-10. Обидненько за них. Но ничего. Все, друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Следующий будет последним по Манчестеру и Найтеду. И мы начнем после Манчестера карьеру за Лестер Сити. Также с самого начала. Сезона 2021. Не будем вот эту вот карьеру как бы переходить туда. Все. Либо наоборот. Может, кому-то так будет интересно. Мне бы не очень. Мне бы хотелось с самого начала начать. Потому что я и Мэдисона здесь забрал из Лестера. Мне бы хотелось за Мэдисона в Лестере поиграть. Поэтому посмотрим. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok